Как слышно, видно. Дайте мне какой-то ориентир. Все ли в порядке? Отлично. Спасибо. Ну что, у нас сегодня с вами интересная, важная, полезная тема, как, впрочем, и всегда. Благодарю, что вы присоединяетесь к нашим темам. Здорово, что они вам интересны. Хотя, слушая сейчас Павла Юрьевича, я захотела присоединиться, честно говоря, ко всем вебинарам. Ну это отлично, замечательно. Что касается нашей сегодняшней темы, я хочу сказать, что, коль скоро мы с вами встречаемся в цикле помощь аспиранту, докторанту, тому, кто пишет диссертацию, конечно, я больше акцент сделаю на эту категорию, но, тем не менее, все, что мы будем говорить, оно будет абсолютно практическим, используемым и для тех, кто не пишет диссертацию. Что мы сегодня на вебинаре с вами посмотрим? Ну, во-первых, мы должны с вами понять, по количеству и качеству литературных источников, есть ли какие-то ограничения, на которые стоит ориентироваться, или это, что называется, дело добровольное. Второй момент. Есть такое очень частое, я просто с многими людьми встречаюсь, которые пишут диссертацию, очень частое утверждение, что мне литература мешает. Она мешает, потому что я же пишу авторскую работу, да, и поэтому зачем мне она? Вот сегодня на этот вопрос тоже порассуждаем об этом вопросе и найдем ответ. Третий момент. Коль скоро мы все-таки придем к тому, что без литературы нам не обойтись, нам нужно понять, как ее искать, да, какие ее, даже не как, а вот в чем там могут возникнуть сложности, в чем, какие особенности, где и так далее. То есть вот это вот все мы проговорим. Ну и основная проблема, которая возникает у людей, в частности, которые пишут диссертацию, особенно докторскую диссертацию, это ситуация, когда возникает ощущение, что литературы настолько много, информации настолько много, что она просто может задавить. Что просто с этой тяжестью, с этим грузом невозможно справиться. Поэтому поговорим, как с этим бороться, вообще стоит ли с этим бороться или стоит не допустить эту ситуацию в принципе. Итак, давайте начнем с того, что поговорим о количественных и качественных ограничениях, о том, есть ли они. Ну, на самом деле, если мы с вами пишем диссертацию, если не пишем диссертацию, то вы вообще вольны в своем выборе. Если же вы диссертацию пишете, то на вас все-таки налагаются те или иные ограничения или рекомендации. И если мы говорим про официальные ограничения, то можно посмотреть ГОСТ, который посвящен именно диссертации, автореферату диссертации, и мы увидим, что литературные источники у нас с вами будут размещены в отдельном структурном элементе диссертации, который называется список литературы. По ГОСТу он называется именно так, хотя если вы откроете диссертацию, особенно по разным специальностям, вы увидите, что трактовки разные этого названия, и многие используют название именно список литературных источников. Насколько это важно, сейчас чуть-чуть проговорим, буквально минутку, через минутку. Что касается того, что такое литературные источники, это вообще все материалы, которые вы использовали при подготовке текста. Даже не только при подготовке текста, при проведении исследования, при проведении каких-то опросов, работ и так далее. Все, что вы делали в рамках подготовки диссертации, на что бы вы ни опирались, независимо от вида, это текстовый какой-то носитель или это электронный носитель, вы размещаете это все в списке литературы в данном разделе диссертации. Что касается особенностей или ограничений, которые бы нам отвечали на вопрос про количество литературных источников. Сразу стоит отметить, что тут два обстоятельства нужно учитывать. Первое обстоятельство очень важное, что официального ограничения по количеству литературных источников для диссертации нет. То есть нет такого документа, в котором бы ВАК нам сказал. Вот в кандидатской диссертации вам 150 источников, а в докторской 350, я условно говорю. То есть документа такого нет. Тем не менее, есть сложившаяся практика, которая показывает, что все-таки есть некие ориентиры. Но здесь срабатывает второй момент. Когда мы пишем с вами диссертацию, мы пишем не просто абстрактную диссертацию, а мы пишем диссертацию по конкретной научной области. У нас есть научная специальность, по которой мы пишем диссертацию и будем защищаться. И вот там есть специфика. Поэтому если у вас возникает вопрос, а сколько мне нужно тех самых источников иметь в списке литературы и соответственно использовать в работе, вы на этот вопрос ищите ответ не просто абстрактно, а анализируя те диссертационные работы, которые защищались по вашей научной специальности. Потому что разница невероятная, невероятная. Поэтому какого-то уникальной какой-то рекомендации, которая удовлетворит всех, ее нет по этому вопросу. Я могу, как говорится, среднюю температуру по больнице сказать. Для того, чтобы вам проще было сориентироваться, ну хотя бы какую-то вилку нам скажите. Очень простая есть формула. Сколько страниц, столько источников. То есть, если вы запланировали подготовить диссертацию, или вы видите, что по вашей научной специальности диссертация, допустим, кандидатская, традиционная, имеет объем, допустим, 150-180 страниц, значит, если вы возьмете такое количество источников, используете и разместите в список литературы, то в принципе это будет в среднем достаточно. Если вы пишете, естественно, докторскую диссертацию, ориентируемся на другие страницы. Мы с вами в наших вебинарах говорили об этом. Опять же, размеры, которые я сейчас называю, это тоже средний, такой усредненный вариант, потому что по некоторым специальностям есть докторские работы по два тома. В некоторых специальностях есть достаточно компактные докторские диссертации. Поэтому если мы говорим о докторской диссертации, 350-450 страниц, значит, это примерно столько у вас источников будет плюс-минус в вашем списке литературы. Когда мы просто слышим это количество, особенно докторанта, я понимаю, что некоторым становится несколько плохо, и это нормально, потому что действительно это много источников, и самое главное, когда ты начинаешь отдавать себе отчет в том, что их нужно прочитать, проработать, освоить, то понятно, что становится несколько страшно. На самом деле бояться ничего не надо, все оптимизируемо, все можно прочитать, освоить и делать как нужно. Нужно просто поредставлять, как это делать, и, собственно говоря, сегодня немножко мы об этом поговорим. Значит, что касается качества литературных источников. Опять же, что значит качество? Свежие и не свежие, хорошие и нехорошие. Что касается свежести. Опять же, сугубо по вашей тематике. Естественно, если вы пишете историческую работу, философскую работу, или вообще в любой специальности, но берете работу, которая рассматривает тему прошлого, ну, понятно и очевидно, что у вас будут литературные источники, соответствующие тому периоду. И это нормально для вас будет. Если же мы рассматриваем с вами тематику, которая актуальна сейчас, то понятно, что есть необходимость привлекать более свежие источники, потому что речь идет о том, что эксперт, читая вашу работу, неважно кто это, на каком этапе этот эксперт в диссертационном совете, или это официальный оппонент, или это эксперт уже в ВАГ, в любом случае он будет озадачен вопросом, если у вас будет старая литература, а что новенького, ничего не вышло по вашей теме, или вы не владеете этими источниками, не читали их, не смотрели. Поэтому с точки зрения свежести, тут связано с вашей темой, но тем не менее мы должны брать источники, которые показывают нам ситуацию современной разработанности вашей проблемы. Что касается качества как внутренней характеристики, то есть содержания, насколько оно должно быть классным, это содержание. Но тут очевидно, что мы отдаем приоритет более фундаментальным работам, более крупным работам, более серьезным работам таких авторов, которые ни одну публикацию имеют по этой теме. Но опять же, а если вы нашли работу, которая там маленькая статья, предположим, и она прям супер статья, ну, конечно, берем. Мы знаем ситуации, когда при оценке весомости тех идей, которые заложены в ту или иную статью, за статью людям дают Нобелевскую премию, поэтому мы не пренебрегаем мелкими научными работами с точки зрения их объема, я имею в виду. Значит, что касается разнообразия, да, то есть вот качественный список литературы, он, наверное, содержит разнообразные источники. Наверное, потому что, опять же, нам остается догадываться или ориентироваться на сложившуюся практику, потому что ограничения в этом смысле ВАК тоже не установил. То есть нет такого, что вы прям на какие-то работы обязаны ссылаться, а на какие-то нет. Это особенности вашей специальности, это особенности вашей темы и так далее. Но есть такие виды, да, источников литературных, которые просто имеют смысл знать и не упускать возможности, если ваша тема позволяет привлечь такой тип источника, то его использовать. Ну, монография это безусловно, потому что это крупные научные работы, научные статьи из профильных журналов научных, естественно. Если мы говорим, что ваша тема содержит в себе цифровые данные, то есть ее особенность такова, что вы будете работать с цифровыми данными. Естественно, мы цифровые данные берем предпочтительно либо официальная статистика, либо те данные, которые вы нашли на сайтах организации, фирм, соответственно, то есть те цифровые данные, которые мы можем сказать, что они качественные. Я сразу как бы упреждаю ваш вопрос по поводу качества статистических данных. Да, бывает оно разное, но у нас мало выбора в этом смысле, поэтому если вы имеете необходимость взять те или иные цифровые данные на сайте статистики, то посмотрите, выбирайте и старайтесь взять из одного источника для того, чтобы они были хотя бы методически сделаны на основе одного подхода расчетного. Он будет представлен в сборнике, потому что иногда бывает, что открываешь разные сборники, в них одинаковый показатель, и вы смотрите, а цифры-то разные. Поэтому вот этот момент, но он есть, не по всем показателям, конечно, но тем не менее это нужно учитывать. Можно ли как источник брать по презентации? Друзья, презентации я не предоставляю, мы работаем вот в таком режиме прямого эфира. Значит, диссертации и авторефераты можно ли брать? Да, безусловно, конечно, можно брать, нужно брать. Ссылаться на них можно, нужно, можно и нужно. Соответственно, это тоже источник, тоже немножко сегодня о нем поговорим. Архивные данные, нужны ли они вам, это определяет, предопределяет ваши темы. Если они вам не нужны, не связывайтесь с ними, потому что это очень трудоемкий источник, когда нужно не просто куда-то сходить ножками, а столкнуться с определенными ограничениями, в том числе техническими ограничениями. Я имею в виду ограничения на изъятие информации из архива, которые существуют именно в архивах. Поэтому оценивайте, взвешивайте, исходя из того, насколько ценна будет эта информация для вашей диссертации, насколько она ее сделает более значимой, весомой, насколько эта информация вам важна. Нормативные акты нужны, часто бывают, не только по юридическим специальностям. Очень многие области нашей деятельности человеческой регламентируются нормативными актами, и поэтому по разным абсолютно тематикам и по разным специальностям нормативные акты вы тоже можете использовать и обязательно ссылаться, и обязательно их разместить в список литературы. Где берем нормативные акты? Желательно, чтобы эти нормативные акты тоже были свежие. То есть, если у этого документа изменилась редакция, берем свежие редакции. Но и сегодня тоже поговорим об этом. Наиболее удобный способ взять тот или иной документ – это, конечно, правовые системы. Иностранные источники. С одной стороны, как бы никто не регламентировал, не сказал, что они обязательны. Но тем не менее, если вы откроете диссертационные работы – в тотальном большинстве диссертационных работ иностранные источники присутствуют. Мы сейчас с вами находимся в той ситуации, когда мы должны показать, что мы изучили вопрос не только в рамках исследовательских моментов, которые происходят на территории нашей страны, но мы посмотрели, что по этому поводу думают наши коллеги. Поэтому мы на них ссылаемся. Что касается справочной литературы. Вообще, в принципе, справочники не очень показаны, что называется, размещать в список литературы. Но, опять же, я сюда разместила разные источники, понимая, что у нас очень разные специальности. И поэтому для некоторых справочная литература будет важна. И поэтому, естественно, если для вашей специальности это важный источник, вы его размещаете в список литературы, точно так же, как все прочие источники. Социологические данные. Если вы по своей теме должны привлечь результаты социологических опросов, показать мнение населения или какой-то группы населения, и не проводите эти опросы самостоятельно, а берете результаты этих опросов, которые провели организации или научные группы, то мы, естественно, на них будем ссылаться, и мы, естественно, их должны будем указать в списке литературы. Как ни странно, но мы с вами тоже об этом говорили, но я сегодня решила на этом тоже акцентировать внимание, и поэтому разместила этот тип источников на этом слайде. В списке литературы должны оказаться и ваши опубликованные работы, ваши статьи, ваши монографии, если они есть. Не обязательно все, но вот это требование, друзья, вот если все остальное, о чем мы сейчас только говорили, это из серии «Хорошо было бы», то вот это требование почему? Потому что если вы откроете положение присуждения ученых степеней, вы увидите там, что если автор диссертационной работы использует свои наработки в тексте диссертации, вы должны показать, что эти наработки были опубликованы. Это в ваших интересах и для того, чтобы выполнить требования ВАГ, которые зафиксированы в положении, и для того, чтобы пройти антиплагиат, проверку, потому что иначе это заимствование будет рассматриваться как не совсем корректное с вашей позиции, потому что это будет неправильно оформлено. Если вы ссылку на себя не поставите, вы в список литературы этот источник не разместите, а нужно сделать и то, и другое. Поэтому если это у вас вызывает какой-то вопрос, у нас с вами несколько, по-моему, две или три встречи назад была тема по плагиату. Вот там посмотрите, пожалуйста, я об этом подробно говорила. Значит, что касается качества работ, которые нам не подходят. Не подходят не потому, что они плохие, друзья. Это может быть все прекрасно из того, что перечислено на слайде, но это не подходит. Просто вот так принято, что это мы не используем, это мы не включаем, на это мы официально не опираемся. Это учебная литература, хотя если вы аспирант, который только-только начинает вообще не то чтобы писать диссертацию, а только погружаться в свою тему, особенно если вам тему дали, не вы ее выбрали, а вам ее дали, и вы не очень-то еще даже понимаете, о чем речь и так далее, то, может быть, учебная литература – это та, с которой вы начнете. Вы хотя бы посмотрите термины, вы хотя бы посмотрите основные, какие-то самые простые взаимосвязи, закономерности и так далее. Это нормально, если вы прочитаете в начале своего пути какую-то литературу учебную, но использовать ее в тексте и, соответственно, размещать ее в списке литературы не очень принято, даже если это определение. Определение лучше приводить не из учебника, а определение конкретного автора из его конкретной статьи или монографии, или диссертации, или еще что-то. Что касается студенческих статей, что это за статьи? Это статьи, которые студенты могут размещать где угодно, в материалах конференций, в научных журналах и так далее. Я не говорю, что все эти статьи плохие, но, в принципе, если вы пишете кандидатскую диссертацию или докторскую диссертацию, то считается, что вы опираетесь на некие такие фундаментальные работы. Все-таки студенческие статьи, они более простые, и поэтому это немножко не тот источник для нас. Еще более не тот источник для нас – это всевозможные информационные сайты, из которых черпают информацию студенты. Это вообще мы ни при каких обстоятельствах, ну, если уж вы хотите посмотреть, посмотрите, никто вам глаза завязывать не будет, да, но это не тот уровень источников, который мы должны привлекать для своего научного труда. Ну, и если мы говорим о словарях, опять же, словарь содержит толкование того или иного термина. Если уж есть острая необходимость показать, например, параллельно с трактовками разных авторов, что вот общепринятым является такая-то трактовка, потому что она есть там вот в этом словаре, например, который является неоспоримым в вашей специальности, ну, ради бога, дайте одну эту трактовку из вот этого словаря и сошлитесь на этот словарь. Но представить, что у вас все термины толкуются на основе словарей, это невозможно. То есть вы должны говорить, кто автор этого подхода и такого определения, да, и уже все-таки ссылаться на автора. Вот в этом смысле эти источники не очень удачны для диссертации. Хотя, может быть, там для каких-то статей попроще, может быть, это... Ну, все равно, вот мы не рекомендую, друзья. Что касается так называемых обязательных источников, да, то есть вот они обязательны не потому, что есть такое требование. Они обязательны в том смысле, что мы пишем крупную научную работу. То есть мы пишем не статью, мы пишем не припринт, мы пишем диссертацию, которая минимум у вас будет размером 150 страниц. Соответственно, есть какое-то представление о том, а на что мы должны опираться, когда мы готовим такую работу. Во-первых, естественно, еще раз на это обращаю ваше внимание, что это ваши авторские источники. Почему? Смотрите, по положению, по присуждению ученых степеней, ВАГ требует с нас результаты наших научных исследований опубликовать в журналах ВАГ. Значит, новизна ваша должна быть опубликована. И когда вы к этой новизне в тексте подходите, иногда есть необходимость показать, как развивался ваш подход к этой новизне, как вы к ней пришли-то. И вот здесь есть необходимость привлечь свои опубликованные работы и показать вот этот вот этапы или подход, или как это все развивалось. Потому что очевидно, если еще кандидатская диссертация, то это можно сказать работа, которая пишется, но более-менее быстро. То докторская диссертация все-таки пишется не один год. И поэтому очевидно, что ваш взгляд, он будет меняться. Вы будете погружаться в свою тему все больше и больше. У вас могут меняться формулировки. Поэтому если в этом есть необходимость, это очень хорошо, когда вы показываете, что вы над этим работали, что вы эти результаты опубликовали и их приводите в качестве источника. Второй момент. Естественно, это особенно по некоторым специальностям имеет важнейшее значение, когда вы привлекаете редкие так называемые материалы. И в некоторых специальностях, в исторических, культурологических и так далее, это вообще чуть ли не элемент новизны, когда вы находите такие архивные данные и их вовлекаете в научный оборот, которые до вас никто либо не нашел, не акцентировал на них внимание, либо не проанализировал, вот именно в науке их не применил. Поэтому вот здесь это, естественно, очень важно. Еще один момент редкости, когда бывает, когда есть данные, которые специально предоставлены для вас. Ну, например, по некоторым специальностям есть необходимость не просто воспользоваться статистическими данными, а сделать запрос у какой-то фирмы или обратиться в тот же комитет по статистике и, соответственно, получить какую-то конкретную информацию, которая может быть не настолько доступна просто остальным людям. И то, что вы эти цифры вовлекаете в свою научную работу, это очень важно, потому что они становятся элементом научного исследования, они становятся открытыми, доступными. Естественно, как мы сказали про литературные источники, иностранные. Не обязательно, но считается, что если ваша тема, особенно если ваша тема связана как-то с этими взаимодействиями или ваша тема подразумевает, что мы движемся в том же направлении, например, то здесь очень будут актуальные иностранные источники. Ну и, конечно, раз мы говорим о диссертации, то, очевидно, безусловно, у вас больше всего будет статей внутри списка литературы. Но если среди этого списка литературы нет монографий или нет диссертаций других авторов, которые исследовали ваше проблемное поле до вас, это как минимум странно. Вот я такую формулировку использую. Я уж не буду говорить, что это невозможно. Может, это и возможно в каких-то диссертациях, но это однозначно идет в минус вашей диссертации, чем в плюс. Поэтому монографии и диссертации, диссертации, неважно, в каком формате будет у вас, прямо ссылка на диссертацию будет, и в списке литературы она будет, или на автореферат диссертации, не принципиально. Это показатель того, что вы с этой работой знакомы. Вы ее читали, вы смотрели и так далее. Далее поехали. Значит, когда мы с вами говорим про... Друзья, я ответила уже на этот вопрос. Значит, что касается авторское и неавторское. В этом смысле всегда хочется рассуждать вот таким образом. Смотрите, как у нас рождается авторское. Ведь оно рождается не на пустом месте. Мы же с вами живем не на обитаемом острове. И мы же, наверное, не такой гениальный исследователь, который вот прям никто-никто никогда в жизни не занимался нашей темой. И вдруг нас осенило, и мы начали заниматься этой темой. И вот прям вот ни одного источника никакого нет, на который мы бы могли опереться, или на который мы бы могли вообще сослаться, как на тот источник, который, ну, хотя бы рядом где-то находится. Поэтому представить себе, что мы с вами единственные в своем научном исследовании, очень сложно. А научная работа в том и состоит, что мы с вами должны показать некий фундамент научный, который по этой проблеме есть. Второй момент. Мы должны с помощью методики, методологии, то есть вот этих приемов, вот этих подходов внутри своей диссертации получить новое знание, новое знание, то есть новизну. И, соответственно, мы ее должны обосновать. То есть эксперт, читающий вашу диссертацию, он должен понимать, что да, это новизна, и она не с потолка упала, она доказанная, обоснованная, аргументированная, и можно этими рекомендациями в дальнейшем, например, воспользоваться. Поэтому литературные источники – это не выбор из серии «хочу я или не хочу», хорошие они или плохие, надо мне их или не надо. И вообще, брать те источники, с которыми я согласен, или брать все подряд. Суть состоит в том, что источники нам необходимы как воздух, как минимум для трех моментов. Первое. Как вы без привлечения литературных источников напишите теоретическую главу? Вы просто не сможете это сделать, потому что очевидно, что вы не являетесь родоначальником какой-либо теории. Ну, я сейчас без преувеличения говорю просто об обычных диссертациях, которые защищаются каждый день. Естественно, есть диссертации, когда у нас там звездные диссертации, я сейчас их не касаюсь. То есть, безусловно, какие-то фундаментальные, теоретические основы проблемной сферы мы берем из литературных источников. Это обязательно. Более того, практика показывает, что именно в первой главе, в теоретической главе, ссылок на литературные источники обычно очень много. Почему? Потому что вы даете обзор того, что было сделано до вас. Вы вводите терминологические категории, которыми вы будете пользоваться, или как вы их будете понимать, потому что есть такие трактовки, которые неоднозначны. И вы должны в теоретической главе показать, а как вы-то, как автор, ее применяете в своей работе. И, соответственно, первая теоретическая глава без литературных источников просто непредставима. Что касается новизны. Для того, чтобы получить новизну, вообще, вот как показать эксперту, что вот это, это новизна? Это можно сделать только одним образом, через сравнение. Это если я покажу, что вот Вася Иванов в своей работе так-то, Света Петрова в своей работе так-то, Сергей Сидоров вот так-то, ну, то есть какие-то ученые, естественно, не такие настоящие, они вот так-то подходили к этой теме. А мы в своем диссертационном исследовании предлагаем вот такое-то, такое-то, такое-то. Вот я только так могу показать, что это новизна. Потому что если я просто формулирую свою новизну, как можно понять, что это вот новизна? То есть все равно это отличие от уже известных, это сравнение с тем, как другие. Поэтому здесь литературные источники выполняют другую функцию, не фундаментальные, да, где мы показываем основу нашего исследования, а именно для того, чтобы ярче расцветить наши результаты научные, которые мы хотим презентовать. И вообще вы же будете их защищать. Ну и безусловно, когда мы говорим о новизне, о любом вашем авторском элементе, который вы вносите, будь то методика, модель, алгоритм, пояснение определения или его конкретизация, или разработка какого-то продукта программного или еще что-то, способа лечения, не принципиально чего. Когда мы говорим о чем-то новом, мы обязательно должны доказать, обосновать это. А как мы обосновываем? Ну мы тоже, возможно, будем сравнивать. Мы говорим, что вот предположим, при таком способе лечения, вот эти получали такой результат, мы получаем такой результат. Или предположим, когда вы уже апробацию сделали, например, мы детей по нашей методике чему-то учили, допустим, по педагогике работы, и получили такой-то результат, и мы показываем, что он выше, лучше, или качество полученное лучше. То есть в любом случае мы опираемся на каждом из этих этапов, мы опираемся на литературные источники. Поэтому, что из себя представляют авторские идеи? Те самые, когда человек говорит, это же моя работа, поэтому я без литературы. Эти авторские идеи должны у вас превратиться в результаты научные, которые называются научная новизна, теоретическую и практическую значимость. А это все мы показываем через сравнение с тем, что сделано до вас, и доказательство или обоснование того, что то, что вы предлагаете, это лучше. Это даже не на одном уровне, потому что если на одном уровне, то смысл-то зачем? Мы сделаем, как у них, да и все, зачем тогда ваша новизна нужна? А что это должно быть чуть-чуть хотя бы, в каком-то хотя бы моменте лучше? И, безусловно, когда любая ваша новизна, неважно, какая она, теоретическая или практическая, вы пытаетесь обосновать, что это имеет значение, что это нужно для практики, самый простой способ – это апробация того, что вы предлагаете. И когда вы на основе этого формулируете свои авторские предложения и рекомендации, в любом случае вы тоже отталкиваетесь от общеизвестных вещей. Вы говорите, например, у вас юридическая работа, вы говорите, что сейчас практика сложилась вот так-то, да, и приводите ту, те положения, которые имеют место быть сейчас. Наше исследование показало, что следует изменить вот эту трактовку на такую-то или внести такое-то изменение прямо-прямо конкретно. Не из серии «давайте жить там лучше и веселее», да, а вот прям конкретно, предложения, рекомендации должны быть конкретными. Соответственно, опять же, в этом смысле мы понимаем, что литература нам абсолютно необходима. Ну, раз она абсолютно необходима, давайте посмотрим, какие тут этапы скрыты, посмотрим на них именно с точки зрения информационной перегрузки, которая возникает у аспиранта и докторанта. То есть я уверена, что вы эти этапы знаете не хуже меня. Моя задача акцентировать внимание на их особенностях и на том, как можно ли где-то что-то оптимизировать для того, чтобы вот эту информационную перегрузку, вот эту работу с литературой, которая на каждого из вас сваливается, когда вы пишете диссертацию, чтобы ее как-то немножечко уменьшить. Что нам необходимо помнить, когда мы начинаем поиск источников? Неважно, это цифровые источники или это текстовые источники, не принципиально. Первое, что нам нужно с вами понимать, что именно мне требуется. Как я отвечаю на этот вопрос? Очень просто. Я знаю, какую я работу пишу, докторскую или кандидатскую. Второй момент. Я знаю, по какой специальности я пишу работу. И, соответственно, я сразу могу сказать, по моей специальности мне цифровой материал не нужен. Вообще я по истории пишу или по философии пишу, или там неважно по какому-то направлению, где не подразумевается наличие цифрового материала. Все, я эти источники даже не рассматриваю. Я понимаю, моя тема связана с архивными данными. Я рассматриваю другой исторический аспект. Я себе обвожу этот вид информационных, литературных источников, и я понимаю, что мне придется озадачиться этим вопросом, сходить в архив, покопаться, потому что я никуда без этого. Мне это требуется. Моя тема предопределяет необходимость вот этого источника. И вот таким образом мы отвечаем на этот вопрос, что именно мне требуется. Конкретно, вот не общо отвечаем, а прямо как вот я сейчас перее... Нужны вам законодательные акты или не нужны? Все эти виды источников пробегаем и смотрим, что мне нужно, что мне не нужно. У вас образуется область, то есть что вам потребуется искать. Тогда возникает второй вопрос. Когда, на каком этапе мне эти источники искать? Разные есть подходы. Есть подходы, естественно, вас научный руководитель проконсультирует, проведет в соответствии с вашей специальностью через этот этап. Некоторые говорят, ищи литературу сразу на всю диссертацию. Другие говорят, нет, давай по главам, например. Третьи говорят, нет, сначала теория, а потом все остальное. Четвертые говорят, нет, сначала исследование, поэтому давай посмотрим, у кого какие есть методики. То есть тут нет, опять же, единого, вот как обязательно нужно делать. Да, вы должны, опять же, от темы и от своего этапа, от какой-то стратегии построения своей работы отталкиваться. Но, тем не менее, мы должны четко понимать, что если у вас такая ситуация, что вы сейчас пишите теоретическую главу, например, или там знакомитесь с теоретической литературой, не надо искать все подряд сразу, потому что вы, когда найдете эти источники, вы их увидите, вам сразу станет страшно. А надо делать все таким образом, чтобы вам было удовольствие, и чтобы у вас какая-то мотивация для дальнейших движений оставалась. Третий вопрос, где я буду искать? Без первых двух он как бы неактуален. Почему? Потому что я сначала должна понимать, что я буду искать, от этого будет зависеть, где я буду искать. Поэтому вы для себя определяете места, назовем это так, будущего поиска, и не стараетесь сильно увеличить количество этих мест. Оптимизируйте. Потому что я с некоторыми людьми, которые приходят на консультацию, встречаюсь, и они мне говорят, у меня задача найти всю литературу, которая есть за такой промежуток времени. Но эта задача, наверное, вызывает уважение, но она не кажется эффективной, она не кажется необходимой, она не кажется вот такой обязательной, потому что, ну, что значит всю литературу? Всю вообще, где есть название, неважно кто автор, ну, вызывает сомнения такая постановка задачи. Поэтому, естественно, отвечая на первый и второй вопрос, вы сужаетесь на третьем вопросе, вы не начинаете везде и всюду заниматься поиском. Ну, и четвертый вопрос, насколько не менее важен, он четвертый стоит не потому, что он не важный, что я с этой литературой буду делать. Понятно, что я ее буду обрабатывать, но вопрос, как обрабатывать, он всегда стоит на повестке дня. Кроме того, где я эту литературу буду внутри текста использовать. То есть, когда вы литературу ищете, вы заранее должны себе эти вопросы, прямо в процессе или до этого процесса, себе эти вопросы задать. И если вы эти вопросы себе задаете, то ваш поиск становится более осознанным. А когда он более осознанный, соответственно, вы можете оптимизировать на том или ином этапе. О каких этапах я говорю? Ну, во-первых, определение предмета поиска – это ответ на вопрос, что мы ищем. Второе – где мы это все ищем. Третье – это процесс осуществления первоначального поиска. Ошибка. Мы сейчас про каждый из этих этапов поговорим. Ошибка на этом этапе состоит в том, что люди стремятся взять все-все-все, что попадается на глаза, в руки и так далее. Это ошибка, потому что вы потом ставите себя перед необходимостью вот это все как-то рассортировать, понять. Это имеет смысл делать сразу в процессе первоначального поиска. Четвертый этап – это как раз отбор, некая фильтрация, просеивание, что я выбрала хорошего, а что получилось ерунда, то, что я использовать не буду. Пятый этап – это непосредственно работа с источниками. То есть, когда, опять же, у участников курса или участников моей программы приходит человек новенький, и я спрашиваю, у вас литература обработана? Мне человек говорит, я уже с литературой поработал. А она у вас обработана, спрашиваю я. И вот здесь у нас разные толкования возникают. Человек говорит, да, обработана. А когда я потом задаю вопрос вот об этом, об этом, об этом уточняю еще, я понимаю, что нет, эта работа не проделана. Можно без нее обойтись, но использовать эти источники без такой вот проработки будет очень сложно, особенно если работа длинная, если это докторская диссертация. Систематизация и хранение – это тоже важнейший этап, потому что вы будете многократно обращаться к литературе, и поэтому в зависимости от того, как вы проведете этот этап, зависит скорость нахождения нужного вам источника, и, соответственно, быстрее или медленнее вы вообще будете работать с этой литературой. Потому что, может быть, вы будете кучу времени тратить просто на ее поиск. Следующее – это, естественно, применение в тексте и оформление ссылок, списка литературы и так далее, и дополнительный цикл этапов, если он необходим. Давайте буквально сейчас, учитывая, что тема такая напряженная, я даже вас сегодня мало вовлекаю, но давайте, тем не менее, вот этот вопрос я вам задам. На каких этапах у вас сложности возникают? Давайте я верну на предыдущий слайд, чтобы вам эти этапы были видны. Просто циферками в чате, пожалуйста, поставьте. То есть, какие этапы вам наиболее непонятны, или наиболее вы чувствуете, что вы делаете это не совсем правильно, или совсем еще не делали, например, вы там что-то одно сделали, и сразу же на использование, не обрабатывали, например, или сортировку не проводили, или еще что-то. 4, 5, 6. Друзья, друзья, поработаем в чате чуть-чуть. Я на одну минуту вас сюда зову. 4, 6, 4, 3, 4, пока 4 у нас лидирует, 4, 5, 4, 5, 6. Ну, то есть, вот все-таки это этапы из серии. А вот этап 1, например, вы его вообще проводите, да, или вот этап 2 вообще, то есть вы ограничиваете себя в том, что я ищу и где я ищу? Или у вас как раз-таки проблемы на 4, 5, 6 этапе возникают, потому что первые 2 не сделаны? Вот постарайтесь, кто сейчас написал в ответах по 4, 5, 6 этап, задать себе второй вопрос, да, а не пропускаю ли я первый, второй этап, и не поэтому ли у меня сложности на дальнейших этапах? Вот, честно, признается Галина Петровна про второй, Ольга Александровна тоже. То есть, вот на самом деле, друзья, эти этапы, они кажутся малозначительными. Ну, что об этом думать, думает человек, все равно надо это делать, да. Что тут об этом думать? Нет, друзья, из этого оптимизация и состоит. Вы на это тратите 5 минут, а потом экономите часы своего времени на вот эту работу. Я думаю, что есть куда эти часы потратить, кроме диссертации, да, можно вообще своей жизнью позаниматься за пределами диссертации с детками, с семьей, на улицу сходить погулять и так далее. Поэтому первые 2 этапа, я привлекаю ваше внимание к ним, потому что они очень важны. Что здесь на этих этапах главное? Я вообще очень люблю этот вопрос, и все, кто со мной плотно общаются, они этот вопрос знают и тоже начинают любить. Как можно чаще, когда вы пишете диссертацию, задавайте себе вопрос, для чего? Вот для чего я ищу именно сейчас источники? Для чего я их буду использовать? То есть вам нужно на каждом шаге понимать, для чего вы это делаете, какая цель, какая задача. То есть чем меньше вы делаете автоматизированных каких-то... Делаю, потому что мне научный руководитель сказал, подождите, но он вам сказал, а вы сначала подумайте, зачем, что, как и почему. Поэтому на первом этапе, почему он такой важный? Мы первое, что с вами должны определиться, что мы ищем. Если, например, вы работаете над первой главой, и, соответственно, вам, конечно, нужно обязательно диссертации, монографии, то есть какие-то фундаментальные данные, разработки какие-то, да? Если наоборот вы работаете, понятно, статьи здесь тоже нужны. Но чем дальше вы продвигаетесь в конец своей работы, во-первых, тем меньше чаще всего возникает ссылок и вот этих литературных источников, которые вы привлекаете. Но там меняется даже их тип, например, да? Там, может быть, уже законы вам нужны, цифровые данные нужны. А вот в первой части работы вам как раз текстовые материалы нужны. Поэтому вот этот тип данных, он потом предопределяет, где их искать. Я вам сейчас расскажу, где проще это найти. Кроме того, я сразу задаю себе вопрос. Для чего? Что значит для чего? Для какого куска, для какого фрагмента, для какой цели? Я хочу показать разработанность? Я хочу выйти на свою новизну? Или я хочу уже ее обосновывать, и мне надо с чем-то сравниться? Когда вы вот так продумаете, это вот, понимаете, это вот из серии, вот представьте, мне нужно заказать сайт. И чем лучше я сама себе, или если я сама буду делать, или я буду заказывать, да, чем я лучше тех задания пропишу, тем лучше будет результат. Вот точно так же и с этим. То есть на первом, втором этапе, по сути, вы даете себе тех заданий. Себе или не себе, сейчас посмотрим. Оказывается, что когда мы с вами говорим о том, что мы определились с тем, что нужно искать, и если вы определились, дали себе ответ на вопрос, где искать, да, масса, я не буду перечислять все, что указано на слайде, масса есть мест, где можно поискать зературные источники для диссертации. Электронные, обычные библиотеки, архивы, опять же, сайты и прочее, прочее, прочее. И если вы определили тип источника, что вам нужно, напротив каждого поставили, где я это собираюсь искать, то, соответственно, вот о новом тех заданиях. Возникает вопрос, я ли это буду делать, или это можно передать. Вот на самом деле все этапы, которые мы с вами сегодня проговорим, не каждый этап можно делегировать. И вот этот первый, второй этап ни в коем случае не нужно делегировать, потому что это суть деятельности. От этого зависит, качественно эти этапы будут проведены или нет. Ой, я не обратила внимание, друзья, вопросы. Сейчас, секунду, я вернусь в чат, не посмотрела. Поэтому, если вы с первым и вторым этапом качественно проработали, вы можете либо самостоятельно поиск осуществлять, тогда, если первый, второй этап выполнен качественно, вы сэкономите себе время, потому что вы четко знаете, что и где. А если вы, ну, нагрузка сумасшедшая, вы считаете, что это такой вид работы, который можно технически, который можно делегировать кому-то, можно передать. Хорошо, попросите там наиболее продвинутых студентов, коллег, или может быть дома, там детей старших, или там родственников, чтобы они поискали за вас. Но для того, чтобы вот, если вы будете делегировать, то значение первого и второго этапа еще выше, потому что вам нужно донести, какого качества материал и откуда взятый материал, что вам не пойдет. Вы студентов попросили, они вам со студенческих сайтов накачали этих определений, сказали, вот, пожалуйста. Нет, вам надо дать задание конкретное, что искать, где искать, в каком количестве. Поэтому по сравнению с, скажем так, самостоятельным поиском, наверное, все равно качество чуть-чуть просядет, потому что все-таки это не вы, может быть, вы не до конца четко или не до конца четко человек вас поймет. Но то, что вы время сэкономите, это абсолютно точно, и можно в это время заняться очень важными вещами, тоже, кстати говоря, по диссертации. Так, давайте-ка я посмотрю в чат, а если мы определимся с тем, где, а потом окажется, что в другом месте было больше и лучше, если мы пропустим важный журнал, например. Наталья Павловна, смотрите, давайте я вам задам интересный вопрос. А как вы, интересно, узнаете об этом? Ну, шучу, конечно, такое бывает, но если вы не попробуете, если вы себя не ограничиваете какими-то вещами, то есть я же повторяю, можно искать все и везде. Такой подход есть. Некоторые научные руководители или сами авторы диссертации, они сами перед собой, или никак, или от рецензентов. Понимаю ваше переживание. То есть это чаще всего ставит сам человек перед собой. На самом деле нет такого обязательства, вы не обязаны это сделать. Да, то есть вам не могут сказать, ах, так вы не знаете работу вот этого товарища, ой, так вам двойка. Ну, понимаете, ну нет, вы автор, вы читаете те источники, которые считаете необходимым. Ищите их там, где вы хотите их найти. Пробуйте, тестируйте. Я сегодня расскажу об источниках. Может быть, у вас есть другие какие-то источники, которые вам нравятся. Есть темы на стыке наук, значит, нужно определять межпредметные связи. Вера Оливьевна, это такая тема, ну вот совсем-совсем не про сегодняшний день, ну, в смысле не про сегодняшнюю тему, если, давайте я так отвечу, если вы собираетесь защищаться по двум специальностям, то я вам не рекомендую этого, так вот, как добрый друг, да. Вот, а если у вас сама тема такова, что защищаясь по одной специальности, у вас есть какое-то межпредметное пересечение, ну, естественно, вы вынуждены будете это делать, и вы будете показывать, что в такой-то науке так-то, в такой-то науке так-то, и вот этими-то авторами, да, а вот мы вот так-то в своей работе. На три секунды на предыдущий слайд. Можно просто скриншот сделать, да, и пойдем дальше. Тут, по-моему, ничего такого сильно, такого странного или необычного, или редкого нет. Хорошо, движемся дальше. Значит, как мы повышаем качество поиска вот на этом этапе? Речь именно про поиск. Смотрите, когда мы с вами берем все подряд, ну, вот задала поиск по ключевым словам, мне вывалилось 3000 статей, и я все 3000 статей себе сохранила. Вопрос, это эффективно? Нет, это неэффективно. Что мы делаем с вами? Во-первых, мы аннотацию не случайно придумали, да, или там оглавление в книгах, да, или там диссертациях. То есть мы сначала просматриваем тот источник, который вы нашли, бегло. Если у вас цепляется взгляд, определение, которое вы, например, ищете, или, допустим, вы смотрите методики, которые до вас придуманы. Вот вы только на методику и смотрите в каждом источнике, который вам находится. Вот эти вот все вступления, заключения, вы на это даже не обращайте внимания, раз вам потом надо будет показать, что были такие-то методики, а я свою, например, предлагаю. Но самое главное, самое главное, если уж эта книга или эта статья прошла у вас вот этот первоначальный, такой беглый отбор, то, соответственно, не забудьте сохранить данные об этой книге. То есть либо, если вы сохраняете целиком статью, если эта книга, вообще где вы ее взяли, в электронном виде ссылки, вот все сохраняете. Кроме того, если у вас есть возможность выбора формата сохранения, например, это в электронном виде вы поиск ведете, выбирайте тот формат, который вам будет удобен в дальнейшем. По разным причинам, у всех разное понимание того, что удобство. Для одних это текстовый документ, с которым можно что-то скопировать, для других это документ, который можно распечатать хорошие крупные шрифты или еще что-то. Выбирайте формат под себя. Когда мы с вами отбор провели, первоначальный поиск провели, нам нужно обязательно провести отбор. То есть прежде чем мы начнем знакомиться с литературой, мы с вами обязательно отбираем. Вот вы нашли, допустим, вам научный руководитель сказал, ищи литературу по всей диссертации. Вы нашли 150 источников. Сразу же, разных. Что мы делаем? Во-первых, этот этап ни в коем случае нельзя делегировать. Почему? Кроме вас, вы даже не сможете техзадания сформулировать. То есть что, как, что отбирать, как понять, это подходит вам или нет, или это пока не подходит. То есть этот этап мы однозначно делаем самостоятельно, потому что только вы знаете свою идею. Кроме того, чем лучше вы его проведете, тем меньше вам придется, меньше условно говоря, вы будете читать правильную литературу, правильную в смысле отобранную по всем критериям. Поэтому внимательно с этим этапом, не пренебрегаем этим этапом. Кроме того, когда вы, опять же, рассказываю историю конкретного участника моей программы, который поехал в Москву специально в библиотеку и сохранил себе на флешку две тысячи источников. Две тысячи, ну там почти две тысячи, там тысячу девятьсот с чем-то. Приехал человек страшно радостный, что как это вот вообще супер-супер-супер. Вопрос. Две тысячи источников надо иметь? Не надо. Две тысячи источников реально прочитать? Ну, может, за всю жизнь реально, но мы же не всю жизнь собираемся диссертацию писать. Поэтому, когда вы количественно определяете рамки, вы не забывайте, что задача-то не в том, чтобы найти. Задача в том, чтобы потом освоить это, и на это потребуется время. Поэтому, именно поэтому, мы не читаем все подряд. Потому что оптимизировать мы можем именно вот этим способом, когда мы с вами на каждом шаге мы осознанно принимаем решение. Я сейчас это не читаю потому-то. Я не уверена. Элементарно. Разделите, как я на курсе рассказываю. Но я не могу в один вебинар все рассказать, как работать с литературой. Но тем не менее. Хотя бы, вот вы разобрали, набрали 150 источников. Ну, хотя бы, как я говорю своим участникам, на хорошую литературу и на ерунду. Разделите на две стопки. То есть, когда вы начали вот этот просмотр, уже сохранили кучу, сразу не сделали какого-то хотя бы предварительного отбора. И сейчас вам нужно сделать отбор. Ну, на две стопки. Это мне подходит, а это я ошибся в названии есть, а текст пустой. Беглый взгляд показывает, что это ерунда. Хотя бы вот так. Шучу, конечно, но это тоже способ. Это хотя бы с того, что можно начинать. Дальше. Я сказала, что отбирать нужно на основе принципов. Каких принципов? Простых принципов. Первое. Качество. Если я отобрала статью, название прекрасное, аннотация прекрасная, но я взглянула, это, например, студенческая работа. Я пока ее отложу. Или там, я не знаю, я взглянула, а не обратила внимания при поиске, что это очень старый, например, материал. Но пока отложу, потому что наверняка уже что-то изменилось. То есть вот качество, основательность какая-то, надежность этого источника, откуда он взят, насколько он серьезный, вот это мы все учитываем. Целенаправленность, для чего я уже говорила, если вы тем более подбираете по главам диссертацию, литературу, ни в коем случае не берите то, что не сейчас вам нужно. Вот сказали вам по первой главе выбирать, вот и выбирайте только по первой главе. Выборочность. Если я вижу, что у меня есть много монографий, там диссертации, там какие-то статьи, по одному и тому же моменту в теме, то лучше приоритеты расставьте, да, то есть с лучшего начните читать, а там уже посмотрите, потребуется ли вам внимательное чтение основного, остального или нет. количество и достаточность. По количеству мы решаем вопрос, не как сейчас мы в чате обсуждали, да, с Натальей Павловной относительно того, что все, вдруг мне реценгент скажет, а количество мы опираемся на принцип достаточности. Я благодаря такому объему решил свою научную задачу. Все, достаточно, литература. Следующее, значит, на следующем этапе мы начинаем обрабатывать, да, анализировать и обрабатывать литературу. Какие задачи здесь стоят перед нами? Ну, во-первых, изучить и понять, что нужно, что нет. Вот мы отсеяли, и мы теперь то, что мы посчитали хорошим, начинаем читать. И мы начинаем делать пометки себе, мы начинаем какие-то идеи формулировать, да, то есть мы начинаем погружаться в свою тему, и нам нужно понять, что мне нужно, и принимать решение, где мне это нужно. И сразу же себе помечать, это я вот там-то буду использовать, это там-то буду и так далее. И если мне какая-то литература, какой-то кусок текста, который я читаю, непонятен, не всегда надо мучить себя до понимания, вы можете сделать себе папочку отдельную, стопочку материалов, которые вам пока непонятны, вы их отложите, потому что, когда вы будете начитывать материалы, уровень погружения, ваше погружение в тему увеличится, и эти материалы могут вам быть понятны просто со следующего чтения. Может быть, это пока еще для вас сложно, вот не надо убиваться над сложными материалами, их, может быть, стоит временно отложить. Что касается цифр, цифры мы не просто же взяли и радуемся, что они есть, при обработке мы их преобразовываем в нужный вид, в таблицы, в диаграммы, во все что угодно. Цифры нужны не сами по себе, они нужны для того, чтобы их проанализировать для какой-то цели. Что? Выявить тенденцию, подтвердить закономерность или что? То есть, вот делаем это с этими цифрами, чтобы понять, они нас устроили, они помогли нам решить эту задачу или нет. И если мы эту задачу решаем этими цифрами, мы другие и не ищем, если нам этого достаточно. Мы просто определяем, мы посмотрели, как они работают, эти цифры в нашей диссертации и понимаем, где мы их будем использовать. Вот. Возможно ли оптимизация на этом этапе? Возможно. Есть куча приемов работы с литературой. Рассказываю об этих приемах на курсе на нашем детально. И если вы будете приемы различные использовать, то, конечно, обработанность вашей литературы качественная, поможет вам в дальнейшем применять ее более эффективно. Что касается систематизации и хранения, главная особенность, которая отличает диссертацию, например, от статьи, в меньшей степени от монографии, вот от статьи точно отличает, это многократность использования литературы. То есть, если вы пишете статью, вы, например, тоже нашли там, условно говоря, 30 источников, вы их прочитали, посмотрели статью, сделали за сколько, за две недели, за месяц, я не знаю, какая статья, какие там к ней требования, может, кто-то и полгода статью делает. Не принципиально, но ее не делают годами. Да, то есть, да, она может там дорабатываться, изменяться, еще что-то. А вот диссертацию вы будете делать годами, и годами, год или два, там, да, то есть, в любом случае, длиннее. И у вас объем литературы больше, поэтому вот эта многократность, много литературы, и я к ней много возвращаюсь, раз, делает этот этап обязательным. Поэтому, как вам нравится, систематизировать и хранить материал можно по-разному. Кто-то систематизирует по положениям новизны, если они у вас уже созрели, известны и так далее. Кто-то систематизирует по папкам с названием параграфов, углов, как угодно, да, но не забывайте о том, что у вас систематизация должна быть и электронных, и бумажных материалов, потому что это разные вещи, они у вас в разных местах находятся. И самое главное, мы должны с вами четко понимать, что мы не храним ничего валом. Даже когда вот вы поиск литературы делаете, опять же, я сейчас не могу о технических особенностях поиска говорить. Если вы в электронном виде делаете это, ну хотя бы сразу в разные папки раскладывайте, потому что иначе это будет делать, или пользуйтесь возможностями сервисов, где вы ищете. Потому что иначе у вас каждый этап будет как бы заново. Потому что вы на предыдущем что-то немножко не доделали, и на этом приходится делать намного больше. Далее, использование. Смотрите, например, когда человек нашел там 2000 или 500 источников, я всегда задаю вопрос. Вот представьте, у вас 500 источников, вы пишете кандидатскую диссертацию, вы где их будете, на них ссылаться-то? Ну вы не сможете 500 источников, нет, ну сможете, но в этом нет никакого смысла, разместить список литературы. То есть первое, о чем мы должны с вами помнить, о связке текста и списка литературы. То есть, если у меня есть источник списка литературы, значит, я в тексте о нем должна либо сказать, либо процитировать, либо еще что-то. Да, может быть, не 100%, ну почти 100%, то есть почти все мы должны как-то в тексте проговорить. Возникает вопрос, если у меня 150 страниц, выброшу список литературы, вот 150 страниц тела диссертации, у меня 500 источников, как я буду их там вообще постоянно на них ссылаться, что ли? То есть вот этот момент мы с вами тоже заранее должны продумывать. Где тогда ваша новизна будет? Вот там тогда будет сплошной чужой текст? То есть вот этот момент. Поэтому мы берем источники по принципу достаточности, но зато выжимаем из них максимум. Что это значит? Это не значит, что мы один источник 15 раз цитируем. Ни в коем случае. Это означает, что вот вы прочитали, если уж вы взялись читать источник, то вы постарайтесь из него выцепить, извините за сленг, вот максимум, что там есть ценного, интересного и хорошего. И так его показать, этот источник в своей диссертации, чтобы было понятно, очевидно, что вы его проработали, что он вами воспринят, и он вам как-то помог, он сыграл свою роль. Ну а что касается вот этих использования, когда я где буду использовать, мы с вами сказали, это еще на предыдущем этапе нужно сделать, когда я читаю литературу, я определяю, где я это буду использовать. А вот все, что касается оформления, оформления текста, списка литературы и так далее, вот на этом этапе можно опять же делегировать, потому что оформление, это очень важный фактор, очень важный фактор, поэтому вот, Павел Юрьевич вас приглашал на курс Татьяне, я присоединяюсь абсолютно, потому что, если вы это будете делать сами, значит нужно понимать, как это делать. Если вы будете кому-то отдавать, значит внимательно отдавайте человеку, который в этом разбирается, в оформлении, сделает это качественно. Вот замечательный этап, который, кстати, никто не указал, когда мы с вами перекличку делали по этапам, значит, это дополнительный цикл этапов. Я вам могу сказать, что это любимая затея очень большого количества аспирантов и докторатов. Почему? То есть, вот пописали, пописали текст, бах, опять ищут литературу. Вопрос, зачем? Да вот мне что-то не хватило. Для какой цели не хватило? Чего не хватило? Нужен ли вообще этот этап? То есть, прежде чем, хоть даже второй раз зайти полностью на все эти этапы, задайте себе вопрос, он вам нужен ли вообще? Или вы это себе придумываете? Потому что многие люди, которые испытывают напряжение такое внутреннее перед чистым листом и перед необходимостью писать диссертацию, используют поиск литературы и работу с литературой как побег. То есть, мы убегаем от текста в поиск литературы. Может быть, кто-то даже для себя и сознался, может, в чат вы не напишете, но может быть, кто-то про себя знает, что он так и делает. Когда не хочется писать или нет готовности писать, пойду-ка я еще литературу поищу или почитаю или еще что-то сделаю. Ну и, естественно, второй вопрос, который нужно себе задать. А время на обработку источников у меня есть или нет? Почему я вопрос времени так все время акцентирую? Потому что, во-первых, ваша аспирантура, если она официальная, она имеет определенные границы. Если она неофициальная или докторантура неофициальная, то если вы себя сами не будете загонять в определенные рамки, вы будете писать 100 лет. Ну, условно говоря. Поэтому время – это тот источник, который, тот ресурс, который мы тоже должны с вами учитывать на каждом этапе, чтобы не превратить свою работу над диссертацией в длительный период. Это я вам говорю, как человек, который сам писал очень долго кандидатскую диссертацию, замучился ее писать и так далее. Поэтому это очень-очень важно на это обращать внимание. Значит, о поиске. Но не мне вас учить, друзья, искать литературу, потому что убеждена, что все сотрудники образовательных и научных учреждений это умеют делать. Я буквально пробегусь относительно того, где какой источник искать. Значит, во-первых, если мы с вами хотим посмотреть свежие авторефераты и диссертации. Не много лет назад защищенные, а свежие. Нам самая лучшая дорога это на сайт ВАГ. Вы заходите на этот сайт, сайт известен, никаких тут проблем нет, его найти просто в поисковике сайт ВАГ и вас туда выведут. И мы заходим в раздел. Так, секунду. Мы заходим в раздел объявления о защитах. И все это там находится. Вы выбираете, там все интуитивно понятно, можно выбрать вашу специальность, можно выбрать диссовет, в котором вы хотите защититься и так далее. И посмотреть. Можете наоборот, никакого диссовета не выбирать, а посмотреть вообще все работы, которые там сейчас подгружены. Второй момент. Если я хочу посмотреть авторефераты диссертаций, защищенных давно, на сайте ВАГа не могут быть, а может уже и не быть, поэтому поиск можно провести на другом источнике, на сайте Российской государственной библиотеки. Мы идем в раздел читателям, и там тоже все интуитивно понятно, находим, где эти работы находятся. Значит, здесь я только скажу одну оговорку, что если это авторефераты, то да, они в открытом доступе, диссертации здесь в закрытом доступе, вы их дистанционно не посмотрите. Дальше. Мы можем использовать с вами электронные библиотеки. Мне стоит задача сегодня перечислить все электронные библиотеки, их очень много. Я просто хочу сказать, что мы берем те электронные библиотеки, в которых много-много литературы, для того, чтобы вы как можно быстрее могли ее набрать. Ну, во-первых, это e-library. Во-вторых, А, да, значит, если мы ведем поиск через e-library, мы можем заходить как неавторизованный пользователь и просто через поиск это осуществлять, но там будут определенные ограничения. Либо мы осуществляем это как авторизованный пользователь, тогда у нас чуть больше возможностей. Но суть одна и та же, ищем на этом ресурсе, используем все его возможности, а возможностей очень много у этого, с сервисом, но это не предмет сегодняшнего разговора, поэтому следующая библиотека – это Киберленинг, тоже, безусловно, вам знакомая. Почему, опять же, ее вам рекомендую? Потому что там огромное количество журналов и огромное количество статей. То есть, если вы туда заходите, то вы имеете возможность найти, как мы любим, да, много литературы. При этом, если в той библиотеке есть источники, доступ к которым ограничен, то в этой библиотеке все источники находятся в открытом доступе. Осуществляем поиск через поисковик, и, соответственно, тоже достаточно интуитивно понятная штука. Там есть свои фишки, плюшки, как обычно, да, но сегодня мы не об этом. Значит, если есть необходимость иностранную литературу, иностранные диссертации привлечь, то есть, что есть очень много баз, которые там здесь европейские, здесь американские, здесь такие-то, тут все вместе и так далее. Да, сейчас тоже не суть их перечислить. Я сделаю в своей группе, группа открытая, если вам эта информация нужна, присоединяйтесь к этой группе. Я сделаю сегодня туда, подсоединю этот список, я туда уже размещала. Но, честно говоря, не помню, когда давно это дело было. Поэтому, чтобы вы под свою специальность могли найти себе базу, которая вам будет более интересна, я сегодня туда этот списочек прикреплю. Пожалуйста, мои дорогие, очень рада, что вам полезно, потому что очень хочу вам помочь. Благородным делом занимайтесь. Уважаю прям это дело, подготовку, диссертации. Хотя многие говорят, зачем это, ерундой занимаешься. Не слушайте этих людей, делайте диссертацию. Это очень важно. Это важно не только для науки, это важно для вас. Все время все мои слушатели знают, что я говорю, что диссертация – это ваш тренинг по саморазвитию. Вы себя не узнаете, когда напишите диссертацию. Поэтому это в любом случае будет прекрасно. Значит, правовая информация. Смотрите, друзья, мы не берем правовую информацию «А бы где». Не важно, будет это консультант или гарант или какой угодно сервис, но мы стараемся взять в сервисе, который предоставляет все-таки проверенную информацию. И мы с вами говорили, что нормативную правовую базу мы берем в последний редакцию. Ну, понятно, может быть, вам нужно на старую сослаться для какой-то цели, но если вам просто необходимо указать действующий документ, то проверяйте редакцию. Поэтому обязательно смотрим на вот эти вот сервисы. Значит, не надо никакого платного сервиса иметь, друзья. Вот некоторые припугаются использовать. Но я просто консультантом плюс пользуюсь, не потому что он лучше или хуже, я просто к нему привыкла. Если вы нашли какой-то документ и он в данный момент недоступен, то вам сообщается, что вы можете заказать его на электронную почту. Вы указываете свою почту и вам этот документ высылают. Да, есть документы, которые только в коммерческой версии. Ну, это достаточно уже такие специфические документы. Статистические данные ищем либо на Госкомстате, либо мы ищем на его филиалах, если вам нужны какие-то региональные цифры и так далее. Безусловно, если мы говорим о социологических данных, это не только в ЦИО. У нас есть разные организации, которые проводят соцопросы. Я просто как вариант вам говорю, вот вы зайдете туда и удивитесь, сколько там есть материалов. Доверять этой информации, не доверять, это дело другое. Мы должны понимать, где ее искать. Поэтому, а там вы уже оценитесь, посмотрите и для себя определитесь, это подходит для вас или нет. То есть, вот поиск по поводу мест, он разнообразный. Но вы заметили, что я ни разу вам не сказала в поисковик вбить ключевое слово, искать через поисковик. Не надо, это долго, это непонятно. А вот как раз вам вывалятся всевозможные студенческие эти сайты, студенческие работы и прочая, вот эта ерунда, которая вам не нужна. Поэтому, даже вот отвечая на вопрос, где, старайтесь на втором этапе, старайтесь максимально быть конкретными. Диссертации не ищите через поисковик, но они на сайте ВАК, в открытом доступе есть. Посмотрите, да и сделайте какой там нужно вам обзор, сделать последних исследователей, которые занимались вашей темой до вас. Вот и пожалуйста, сделайте там. Все есть. Теперь, что касается буквально в двух словах, я как обычно не укладываюсь в час времени, вы уж меня ради бога простите, как избежать информационной перегрузки. Друзья, ничего нового вам не скажу, кроме того, что нужно быть осознанными. Нужно каждый свой шаг проверять вопросом, для чего. Для чего я это делаю? Вообще, что мне это даст? Это мою работу усилит? Это мне позволит выявить новизну? Это мне позволит, я не знаю, что-то обосновать, доказать, или повысить практическую, теоретическую значимость? Тогда, да, берем, тогда мы это изучаем, привлекаем и так далее. Но если перед вами какой-то источник, вы его уже взяли, вы его отобрали, и даже уже, может, прочитали. И вы понимаете, ну, он вообще вот никуда, вообще никуда. Вот не надо его тыкать, извините, просто ради того, чтобы у вас объем был. Если вы осознанно подходите к подготовке диссертации, то в любом случае вам хватит и объема, и литературы. Опять же, вот на курсе, на моем, про мой курс речь, мы говорили о том, как это поэтапно делать, и у людей прояснялось, что, ой, так слушайте, ведь и правда, оно не то, чтобы само получается, но когда вы делаете осознанные шаги, да, у вас появляется и литература, и текст, и все то, что вам необходимо. Второй момент. Ну, уж извините, я такой экономист-математик, да, и раз я говорю про эффективность, я пытаюсь вам доказать каким-то образом, что не надо брать мульон, что называется, источников. Ни в коем случае. Почему? Ну, просто прикиньте, вот когда вы будете читать очередную какую-нибудь статью, включите, там, я не знаю, засеките время, на сколько у вас уходит времени на обработку, на чтение, на обработку научной статьи, научной статьи. Я понимаю, что скорость там чтения, это все ерунда, она не имеет никакого отношения к работе с научными источниками. Посмотрите примерно, опять же, это будет средняя температура по больнице, но тем не менее, вы хотя бы примерно поймете, что я одну там, эту самую, статью осваиваю примерно вот за столько времени. Вот и посчитайте, сколько вам нужно времени, вы нашли 80 статей, сколько вам нужно времени для того, чтобы продвинуться. Вот с участниками моей программы мы создаем декомпозицию для каждого абсолютно, да, у них есть план, как они должны продвигаться по месяцам. И каждый месяц человек понимает, что он должен сделать. И когда люди приходят, они говорят, ну, я вот за месяц там поработаю с литературой, а дальше я буду писать текст. За месяц? Да вы что? И прям со всей литературой вы поработаете? Поэтому это очень такой отрезвляющий способ, которым можно воспользоваться для того, чтобы не допустить эту перегрузку. С ней не надо бороться, вы с ней не победите. Ее нужно не допустить. Еще один вопрос, когда вы уже работаете с литературой, вы читаете, вы там ее используете и так далее. Самый лучший способ – это переключаться. Если вы чувствуете, что уровень вашего восприятия начинает снижаться, что эта литература, она вас пугает своей сложностью, например, мы сказали, если вы только в начале пути, отложите ее, почитайте что-то попроще, потом вернетесь к этому. Но помимо этого, мы с вами обязательно должны делать паузу, мы должны отдыхать, иначе этот объем информации, он просто вас раздавит. Поэтому перекусы никто не отменял. Ну и, конечно, для нашего мозга самый замечательный способ отдыха – это маленькая физкульт-минутка. Джона Медина, которого я все время цитирую и очень считаю полезным его советом, и просто для учеников, детей, для тех, кто занимается вообще интеллектуальным трудом, как он говорил, если бы меня попросили спроектировать, хороший кабинет, который бы способствовал работе нашего мозга. Это человек, ученый, который занимается всю свою жизнь изучением работы мозга. И он говорил, что он поставил рядом с письменным столом, с рабочим местом, любой спортивный тренажер. И, соответственно, когда мы меняем вид деятельности, мы отдыхаем, мозг переключается, он у вас как бы как новое дыхание, у него второе дыхание, вы уже можете с этой информацией опять справляться. Ну и, безусловно, если мы говорим про поиск литературы и про работу литературы, каждый раз, когда вы начинаете заниматься этим вопросом, задайте себе вопрос, не убегаю ли я от текста, потому что это проблема проблем. Работа с литературой и поиск литературы это такая спасательная волшебная палочка, которую многие используют для того, чтобы с текстом не работать. Такой же, кстати, палочкой еще является подготовка публикации. Когда человек публикуется, 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 а текст не пишет, потому что, ну, потому что, потому что не готов, боится или еще, или не знает, как это делать. Поэтому часто эта информационная перегрузка создается вами для того, чтобы, знаете, как сами себя обманываем, да, но мне же еще столько надо прочитать, естественно, я пока еще не могу писать. А зачем вы столько набрали? Вот, поэтому текст приоритетен, мы должны про него не забывать. Ну и, друзья, вы уж меня простите, я училка такая, да, я хочу, чтобы вы все-таки не просто меня послушали, это не лекция, это некая встреча, которая дает вам почву для размышлений, и, соответственно, для действий, самое главное. Поэтому ваше домашнее задание, во-первых, не делайте процесс неосознанно, не ищите литературу просто, потому что вам сказали ее найти. Сначала поймите некую стратегию, то есть, как я действую в процессе поиска работы, что ищу, где ищу, в каком количестве ищу, для чего ищу. Вспоминаем вот эти четыре ключевых вопроса, которые прежде чем искать, я должна себе на них ответить. Вот эти первые два этапа, о которых сначала никто в чате не написал, мы их ни в коем случае не пропускаем, потому что именно они причина вашей перегрузки. Второй момент. Про себя. Я специально сегодня почти не задавала вопросы в чате, потому что, ну, я понимаю, что не очень приятно про себя признаваться, что у меня вот это не получается, или я вот это не умею, да, и так далее. Поэтому вы сами с собой после сегодняшней вот нашей встречи определитесь, а где у меня-то сложности, вот с чем я не справляюсь, какой именно этап мне нужно подтянуть для того, чтобы он не выпал из вот этого вот процесса и не подвел меня. Где-то я могу оптимизировать, так, я теперь поняла, здесь я могу оптимизировать, я буду это делать, или я не готова оптимизировать, и тогда я должна учесть это в своих временных затратах. Ну и, конечно, действовать, конечно, действовать, делать, пробовать и делать какие-то собственные выводы, потому что нет никаких уникальных рецептов, нет каких-то эксклюзивных методов, которые вот так делай и 100% сработает, да. Мы под себя, мы очень разные люди, кто-то быстрый, кто-то медленный, кто-то любит читать на бумаге, кто-то любит искать, а кто-то любит писать текст. Поэтому под себя подстраивайтесь. Подготовка диссертации – процесс длительный, и поэтому наша с вами задача сделать его приятным. То есть, чтобы вы умудрялись во время этого процесса получать удовольствие. Это возможно, я это мучу делать. И я очень рада, что люди, которые ходят на вебинары, которые приходят на курсы и так далее, потом мне пишут, что им это, это, это помогло. Я очень благодарю вас за обратную связь, всегда ей рада, поэтому, пожалуйста, действуйте. И очень часто, когда люди приходят или они сомневаются, надо им, например, прийти на курс или на программу, они мне пишут, так я это все знаю. Возникает вопрос, а вы это делаете? Поэтому делать – это ключ. Поэтому делайте, и все у вас получится. Друзья, я сегодня делала ссылки, они, естественно, на слайдах не работающие, поэтому я сегодня подгружу в группу. Так, вы спрашивали, какая группа. Если я сейчас ее быстренько найду, я вам ссылку в чат сброшу. Это группа, которую я веду просто в помощь аспирантам, докторантам, и туда выкладываю какой-то материал, который мне доступен и может быть вам полезным. Группа абсолютно открытая, поэтому, если захотите, присоединяйтесь. Я туда размещу список иностранных баз данных и ссылочки, которые я сегодня… Ну, хотя они все известные, можно через поисковик найти эти библиотеки и так далее, но тем не менее, для вашего удобства, чтобы вы не искали. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. А, вот у нас, кстати, наверное, есть вопрос. Сейчас я в папочку зайду. В папочке у нас есть вопрос. Так. Когда начнется вебинар, это, видимо, что-то старое, уже заканчивается, я вас, как обычно, задержала. Ну что, друзья, я вижу, где можно посмотреть иностранные аналоги предметов изучения. Я сказала, что я сегодня выложу в группу предметов изучения. Это что имеется в виду? Я думала, и литературных источников, не аналоги, а вообще чуть конкретнее вопрос. Что-то я так быстро начала на него отвечать, а сейчас поняла, что я не до конца поняла, что вы хотите. Так, где можно посмотреть иностранные аналоги предметов изучения направлений зарубежных ВАГ-специальностей? А вот на этих самых базах, которые я дам, там есть и диссертации, и монографии, и что угодно, и статьи, все там есть. Друзья, если нет вопросов, то мы с вами прощаемся, встречаемся в следующий раз. Следующая встреча у нас состоится через месяц, я имею в виду со мной. Понятно, что Директ Академия вас забросала вебинарами, на которые надо успевать ходить. И в следующий раз мы как раз с вами будем говорить о публикациях в самых разных изданиях, поэтому я вас приглашаю, приходите. Всего доброго. Если у вас возникает вопрос, который вы постеснялись задать в эфире, но он вас там терзает, без проблем пишите электронную почту на слайде. Не обещаю в пожарном порядке ответить, но я отвечаю на все письма, которые мне поступают. Поэтому всего доброго. Мне было приятно провести с вами время. Надеюсь, информация для вас была полезной. Увидимся. Удачи. Так, что там?